Ира Славина Ира Славина Ира Славина Потом в охранке, где приобрела редкое умение ломать пальцы студентам, пытать и вешать Потом естественным образом вошла в штат ЧК, МГБ, КГБ Это она была за баранкой того трактора, что толкал мерзлые трупы ГУЛАГа в ров Сейчас она продолжает и очень успешно свою карьеру в органах Что в этом, собственно говоря, нового не вполне понятно Почему это было неведомо Ире Славиной, доброй хохотушке, блондинке, главреду веселого нижегородского портала Родина пришла к ней в 6 утра с унизительным погромным обыском с 12 дуболомами То ли из ФСБ, то ли из СК Какая неожиданность! Вот как плохо иметь совесть, правдолюбие и иллюзии Они могут доставить множество, огромное множество неудобств Надо вовремя избавляться и от иллюзий, и от патриотизма, и от совести Тогда близкое знакомство с Родиной не будет таким шоком Настолько сильным, что самокремация станет единственным выходом Эпитафией Ире Славиной стала синхронная улыбка, ухмылка сотен тысяч чиновников и орков охранки Посмотрев на ее обугленный труп, Родина почесала в затылке и назначила ей посмертную психиатрическую экспертизу с предсказуемым результатом В результате Родина сделает вывод, что эта тетка сама виновата Сама завела себе совесть и сострадание Как будто бы речь идет о какой-то экзотической твари, типа комодского варана И вот сама с этой тварью, понимаешь, не справилась Тварь набросилась и растерзала Так и зачем было такое заводить? Вообще интересное свойство любой деспотии Каждая деталь вертикали ее насилия приобретает автономную агрессию Каждая становится сама по себе агрессивна Даже вне зависимости от желания и себя самой, и центра В этом нет злого умысла Это естественный процесс, абсолютно неизбежный для любой деспотии Произошли и события, которые неизбежно повлияют на жизнь в Российской Федерации Сильнее, чем сама кремация в Нижнем Новгороде По крайней мере, нелогично Примерно как пол-литра без бутылки Или краб без панциря Трампа, несомненно, украшал уже зреющий на тот момент в нем ковид-19 Но не ковид-19 красит человека Кстати, вот Как много мы все потеряли Ведь масками уже давно можно было закрыть лица современников И иметь сладостную возможность эти лица не видеть Вернемся к дебатам Коронавирус обеспечил Дональду румянец и нелепую, как всегда, мимику Кстати, прекрасен в ритуальном смысле был не только Байден, но и сам Трамп Но ему гораздо больше, кстати, чем синий костюмчик Пошли бы черные муаровые ленты с трогательными надписями Хотя, как бы патологично не выглядели дебаты кандидатов в президенты Дело свое они все равно сделали То, что начали чернокожие хулиганы, продолжила эта парочка Трамп и Байден Они не тырили телевизоры и не отвинчивали яйца полицейским Но на дебатах в Кливленде оба добивали американскую мечту Отчасти все происшедшее там было, конечно же, очередным плевком в Россию Вероятно, для того и задумывалось С американской наглостью было показано, что американский государственный механизм Может по утрам протирать и заводить любой идиот И все равно он будет работать И что персона президента, в общем-то, ничего не значит Президент, как выяснилось, может и должен быть простой формальностью Что было там на дебатах? В двух словах Мы увидели двух склочных и туповатых пенсионеров Которые крайне слабо представляют себе процессы управления страной Но они совершенно не стесняются в этом сознаваться И даже не утруждают себя красивым предвыборным враньем В России такое поведение было бы прямым оскорблением избирателя Российский избиратель сладострастно любит вранье И чем вранье откровеннее и бесстыжее, тем лучше оно вставляет Но ритуал вранья – это главная примета уважения к народу И народ отвечает, вы знаете, как слезами счастья Ему врут, ему врет само начальство Для того, чтобы за минуту наврать столько, сколько хотелось бы народу услышать Одного рта недостаточно Поэтому, кстати, двуглавый символ в таком почете В Кремле есть пультик, на нем кнопки Кнопка лакейчики, кнопка лакеи И кнопка супер лакеи И кнопка познар Как только Навальный обвинил Путина в своем отравлении Все эти кнопки в панике были нажаты И звук пропагандонов выкрутили на полную громкость Причем лейтмотив у всего абсолютно пропагандонского воинства Один – хотели бы – убили Да, кстати говоря, вот нифига Это ведь еще все те рукожопы делают И у них сильно не все получается в последнее время Травят те же самые люди, что делают падающие ракеты Запускают, отравляют море или делают ДНР Но вообще ажиотаж мне не понятен Подождите, есть политический противник Естественно, с ним надо бороться Вопрос не в том, кто отравил А в том, насколько эффективно То, что делает русская власть со своими противниками Покажите мне хотя бы одного деспота Который бы не боролся со своими политическими врагами Интерес представляет не сам факт борьбы Он несомненен о том, насколько это делается остроумно и успешно Как минимум, ну, четыре тысячи лет С момента изобретения ядов Политических династийных противников травят Это стандарт отношений Почему вдруг эта традиция должна прерваться А власть вдруг должна отказаться от хорошего инструмента Да, реакция Германии, Франции Но Меркель, вероятно, откровенно завидует Ей отравить-то, в общем, некого Но вообще дело житейское И еще неизвестно, чем все это закончится Да и кто сказал, что в Гааге лучше, чем в Коме Вот не факт Кстати, о традициях тайных и явных расправ с политическими противниками Труп оппонента должен быть как минимум смешон Ни в коем случае не трагичен Неслучайно растерзанных противников режима Всегда выставляли на всеобщее обозрение Там, например, в скоморожьей маске Труп обязательно выволакивался на посмешище Если помните, был потрясающий парень Дима Дмитрий Сейчас не все знают, кто это такой С легкой руки глупого Пушкина Его еще называют Лжедимитрий С ним тогда России впервые по-настоящему повезло Став царем, Дмитрий открыл все границы Добился снятия санкций Открыл первые обменники с очень хорошим курсом Навел тогда Дмитрий Шороху Короче, этот парень первым попытался переодеть Россию в джинсы В джинсы, да, первые ночные клубы Попов прищемил, университеты собрался открывать Родина поначалу с перепугу трусливо закопала удостоверение Опричнице в огороде И просто глупо улыбалась очаровательному парню Диме В результате своих попыток сделать страну нормальной Дима выпал из окна Экипаж стрелецкой скорой помощи Делал бердышами операцию Но неудачно Пациенты, разумеется, не спасли Чтобы у адептов религии православной любви Не осталось сомнения, что сдох скотина Изувеченный труп Димы вытащили на Красную площадь С комарошью маску, дудки, флейты иноземные Поломали и набросали на труп Тогда страшное было столпотворение Ломились поглядеть Гум еще не забирал в себя большую часть патриотов И очередь, кстати, тоже еще не была изобретена Сейчас выложенный на Красной площади Навальный С пультиком от квадрокоптера в руках С пририсованной улыбочкой Сколько бы собрал ликующих патриотов Зачем вообще прервали эту духоподъемную традицию Ведь это же так сплачивает народ Ах да, Навальный же выжил Ну, можно было бы положить кого-нибудь другого Ходорковский уже полежал и давно корчится в лондонском аду без всяких надежд Отведать вновь благодатные баланды и нюхнуть лопатка В общем, Навального назвали агентом ЦРУ Совершенно напрасно В его нимб мучеников правили большой весомый рубин Он окончательно теперь канонизирован СССР посыпался на такой дуре Дурака ведь в ЦРУ не возьмут Если принадлежность к силовым структурам России Не является гарантией ума То работа в ЦРУ это серьезная заявочка В общем, опять напортачили Опять Очередной медведь напал на очередного ребенка в очередном цирке В этом случае это был не медведь с эмблемой Единой России Ребенок не очередная жертва поповско-чиновничей педофилии А цирк не Россия в целом Нет, все было очень конкретненько Медведь, ребенок и настоящий провонявший слоновьей и мочой цирк Так и будет впредь Это не первый медведь, не последний медведь и не последний ребенок Так и будет Пока в качестве дрессированных животных В цирке не будут работать только сами братья запашные Они будут сидеть на табуреточках Прыгать сквозь горящие обручи А по ночам сквозь прутья клетки, в которых они будут сидеть Их будут поливать ледяной водой и бить Чтобы не теряли форму И на утреннем представлении могли порадовать детишек громким рычанием Пропагандон Киселев опять пригрозил Соединенным Штатам Америки радиоактивным пеплом Будут мериться пеплами, у кого пепла больше Но ситуация и правда хреновая Потому что турки, конечно, адски хамят Вот они действительно распоясались, но такими их сделала Россия Они имеют пример России и ему следует Главный турк начитался идиотских книжек Наслушался своих попов И давай возрождать никому не нужную империю Набор все тот же самый Все эти глупости Самосознание нации Возврат территории Историческая справедливость Вот это все генерирует только кровь, слезы и муки Это на этого дурака надо гнать Из НАТО Это его, вероятно, несколько остудит Да Перестаньте разделять Азербайджан и Турцию Это одно и то же Эрдоган, турка и мир Возрождатель империи Собиратель земель А Алиев это карлик при мире Карлик для особых поручений Суетливый, с огромной челмой Конечно, и карлику, и миру обязательно нужен день победы Они насмотрелись Убедились, как сильно победная идеологическая сивуха пьянит простонародье Да Все-все-все Он, Ютуб, мне подмигивает, что уже пора закончивать А надо еще быстренько сообщить об итогах конкурса на новую городскую эмблему Расч-Ленинграда Вот кто бы мог подумать, что история окажется настолько хайповой Ну, я, в общем-то, примерно так себе и представлял Я, к примеру, и подумал И вот изготовлена как бы первая мальчика Это еще не победитель Есть примерно, это не призер Есть примерно пять кандидатов в призеры И идет до сих пор сумасшедшее голосование От лбов летят искры и в телеграм-канале, и в Ютубе, и, собственно, в Инстаграме Вот, собственно, и все на сегодня Разумеется, живи Беларусь, нафиг Лукашенко Обо всем остальном важном в Невзоровских средах В среду на Эхе Москвы в 21.06 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...